В регионах все, без исключения, политические структуры национал-патриотов развалились в 2014 году. Все, без исключения. И причиной стал так называемый украинский вопрос, хотя он тот же самый русский вопрос. Люди раскололись, распаливались и разошлись в силу того, что у них отсутствовала как здравая стратегия и тактика, так и идеология. Поэтому каждый в свою сторону потянул, все разорвали, все развалилось. У нас региональная структура худо-бедно осталась. Единственные, кто выступил за бойкот выборов публичный, это была только наша партия в двух регионах. Это одиночные пикеты в Казани и маленькие пикеты в Воронеже. Больше нигде по стране никто за бойкот выборов не выступил. Не слышно было нигде. Вот только у нас это было. Давайте вам передам, если это интересно, Андрей Николаевич. Я вот записала данные. Это экзитпо проводил какая-то цивилизмическая служба. Да, компания ВЦОМ проводила. ВЦОМ? Да. Между прочим, знаете, еще вот тоже компанию Лематыш, вот тоже такая занимательница опросами, ее прикрылишь. А она, вроде, фальсифицировала данные, как бы в пользу США, вот так вот, вискрыли. Ну, что там было на выбор, знаете сказать, интересного? Народу было мало. Сначала даже было дано указание опрашивать каждого пятого, кто согласился. Потом переменили, что сказали, опрашивать, как бы всех подряд. Да, да, кто все это хочет, да, каждый час. Ну, вот мы сдавали данные, вот каждый час, но вот там звонили, там сообщали, сколько человек. А это я подвела итоги только вот этого всего дня. Ну, знаете, народу было бы, ну, где-то, можно, правда, 26-28 процентов населения. В основном, пенсионеры. Ну, вот я смотрю здесь, 60 лет и старше, 142 человека, 45-55-65, 35-44-19, 25-34-36, 18-24 года-12. То есть, где-то, где числится несколько тысяч человек. То есть, половина, это люди старше 60-ти. Ну, знаете, ну, в основном, действительно, те люди, которые отвечали, пенсионеры, ну, голосовали за Единой Россию. Я вот даже спрашиваю, что там, что вот, там, что вот эти бабки, ну, что там старше 60-ти. Ну, они говорят, ну, конечно, мы уж ветераны войны, там. Ну, говорят, что вроде как, что обещали нам помочь, но ничего они не сделали. Ну, все равно, вроде, наш долг там проголосует. Ну, здесь вот заметим, то есть, две цифры фундаментальные. Единая Россия 44 человека проголосовала, отказались ответить 134. Это фундаментальная цифра. То есть, люди не желают, если они отказались ответить, то они явно не за Единой Россию голосовали. У кого Запарнаса они голосовали? Не знаю. Ну, знаете, ну, Запарнас он голосовал мало, что я даже с людьми запомнить могу. Что оттуда вот девушка. Семь человек. Да, вначале, да. Потом, знаете, тоже, что, ну, так вот, как это сказать, в конце вот дня, что вот два парня, что вот, ну, такие, до 17-го. Один сказал, что он запомнился, что это прикольно. А второй сказал, что я всем кандидатам выписал свои пожелания. Я говорю, тогда вы разрядите его. А мне моя дочь звонит, говорит, пап, где у нас участок избирательный? Я говорю, знаете, где-то в клубе. Вот там у нас есть клуб, уже дорожник. А я говорю, а что тебе? Она госслужащий, она работает в суде. Их просто обязали. Если она не сходит, то у нее будет проблема на работе. Потом она звонит, говорит, я проголосовала, а я, говорит, везде крестики наставил. То бишь, она заборола, были тени. Явку обеспечила. Явку обеспечила, но ободеваться некуда здесь. Я взяла самооткрепительное по своему участку. Я сказала, что я там буду другого, а я не сговорю. Вот здесь самые крупные цифры. Это Единая Россия 44, КПРФ 32. То есть, если даже считать, что те, кто отказались, ответьте, они как-то там пропорционально разделились. Яблоко 20. Яблоко 20, да. То есть, вот ЛДПР 18. Ну, ЛДПР и яблоко, видите, на одном уровне. А итоговое голосование это... Ну, за других, я говорю, я говорю, из тех, которые мне ответили. Например, патриоты России вообще никто там, вот это самые другие коммунисты, должен вообще... Да, коммунисты России ноль, патриоты России ноль. Ну, я была на участке вот этот Кавказский бульвар. Ну, это... Ну, только шестер. Да, нет, мы только демировались. Да, демировались. Солиция там появилась. Солиция. Да, окружается. У нас МВДшников просили проголосовать и знакомых, и военных. Нелихо поддержать на Дону и компанию. Барнасово было. Ну, так как Союз ветеранов отказался уже выступать, и офицеров, в поддержку вообще, поэкотируя все выборы, ну, поэкотируем наши родители, дети, родители не ходят. Мы уже с 2007 года не ходим. Мы расковаривались организациями, фактически. Но за 25 по 25 выборы были, но половину они не набирали. Фактически выборы официально не могут состояться по международным законам. 50% и один голос должен быть. Эти выборы уже в 96-го года фикция. Они проводятся, но они не состоялись. Они не легитимны по закону международного. Значит, есть стандартное, так называемое, нормальное распределение. Если свободно люди выбирают себе, за кого голосовать, то по числу голосов на отдельных участках, если их выстраивать, то от малых до больших значений возникает на графике такой колокол. Вот такое колоколообразное распределение. То есть, если голосуют мало, то таких участков мало. Когда голосуют много за эту партию, таких участков мало. А где-то посередине вот все основные голоса. Вот такие распределения были построены статистиками по всем избирательным участкам Российской Федерации. У «Справедливой России» в целом колоколообразное распределение, у ЛДПР колоколообразное, у коммунистов тоже. У них, правда, хвостик такой у коммунистов, у ЛДПР такой длинный хвостик. То есть, аномально большое количество голосов на некоторых участках было. И у «Справедливой России» тоже, поэтому я думаю, что там тоже были довбросы. А у «Единой России» распределение вообще ненормальное. То есть, там есть колокол, и на него наложен еще такой рост. То есть, чем больше приходят на избирательный участок, тем больше голосов получает «Единая Россия». Что абсурд, что абсурд. То есть, это явно было не свободное голосование. То есть, это либо карусели были, либо прямые вбросы. И когда мы берем и выделяем только тот колокол, который должен на графике быть, то «Единая Россия» получает, ну, может быть, вдвое больше, чем коммунисты. И все. А все остальное – это вброс, все остальное – это обман. И по явке тоже статистика позволяет посмотреть. Скажем, в Москве смотрели, как по явке тоже, вот в целом, сколько пришло людей по избирательным участкам. Тоже, когда на графике строят, одни участки отстают, там мало пришло, другие участки сильно опережают, и таких участков мало. А вот в середине тех участков, где среднее число явившихся, их много. То есть, тоже такой колокол, такое вот колоколообразное распределение по количеству людей, пришедших на участок. И вот там Центральная избирательная комиссия регулярно публиковала эти данные, поскольку сходу известно, вот к такому-то часу на избирательных участках проголосовало столько-то, на таком-то столько-то, на таком-то. Вот вы сообщали, а там официально они сообщали и вывешивали. Эта статистика по часам просмотрена была. В Москве, как в начале голосования был этот колокол, так до конца он и сохранился. То есть, в Москве таких прямых подтасовок было немного. А вот Кемеровская область, это вообще абсурд. То есть, там никаких даже признаков колоколообразного распределения не было. В Москве там тоже, правда, хитрая штука, потому что они не дали распределение за последние часы. Там где-то до пяти часов явка в Москве была 19%, а потом вдруг народ повалил ни с того ни с сего. Да, и до пятидесяти процентов. Вот было только 19%, тут сразу 50%. Но вот они эти данные по статистике не дали, поэтому мы не знаем, как в Москве фальсифицировали. А в Кемерово, так я понимаю, фальсифицировали на каждой явке. То есть, с утра и так и поехали подтасовывать ежечасно. То есть, эта машинка фальсификации работала постоянно. Поэтому там распределений вообще нет никаких. То есть, это просто размытые такие поля. Вот, то есть, если считать, что... Да, и еще один момент, это распределение регионов на два типа. Где голосования аномально большие за Единую Россию, и там явка аномально большая. Это в основном национальные республики и все остальные регионы. В основном преимущество Единой России создали вот эти национальные республики, где проголосовали там 85-95% избирателей, что, конечно, это ложь. И, соответственно, за Единую Россию там 80-85%. То есть, это их Государственная Дума. Их власти так и все устроили, чтобы выдать вот такую статистику. То есть, как таковых выборов не было. Они были сорваны тем, что не регистрируются национальные патриотические партии. Ни одной из них не было. Второй фильтр, это они отобрали из своих, там, порядка 70 партий, тех, кому они позволили. Позволено было... Никто не собирал подписи в этот раз. И там Стариков попытался собрать, ему их завернули. Потому что собрать 200 тысяч подписей в нынешних условиях просто невозможно. С паспортными данными, там, да нигде не ошибиться, да распределенно это все должно быть по регионам. По регионам это явно невозможно ни для кого. Ни для одной партии. А освобождены от выборов были парламентские партии и те партии, которые имеют какое-то представительство на региональном уровне. Хотя бы один региональный депутат. Там тоже еще большой вопрос, по закону ли это было, или они наплевали на закон. Потому что, ну, если партия участвовала в региональных выборах, и она по партийному списку в регионе провела своего кандидата, ну, тогда, наверное, можно считать, что партия имеет свое представительство. Но я так подозреваю, что просто числился к какому-нибудь депутату, либо, ну, какими-то способами склоняли к тому, чтобы он записался в какую-то партию. Вот конкретно ему давали задание, он записывался, ну, там, не знаю, скажем, партию Патриота России. Вот он записался в эту партию, и числится в их партии депутат какой-то региональной думы. Значит, эта партия проходит. Вот они из 70 партий сократили до 14. Потом эти 14 партий стали набирать, а кого же им в списки вставить, там, по 200, по 300 человек, откуда кандидатов понабрать. Ну, и активные, политически активные люди туда побежали, стали предлагать себя. Они начали собирать эти списки, а потом все эти списки согласовывались в администрации президента. Мы такие факты знаем, когда человека уже вписали в список, а потом сказали, ой, извини, тебя не согласовали. Вот это следующий был фильтр, то есть убрали всех кандидатов неприемлемых. То же самое делали с одномандатными кандидатами. Просто дано было задание избирательным комиссиям всем избираемым кандидатам не давать такой возможности зарегистрироваться. А давали возможность либо единороссам, либо тем, кому единороссы расчищали место. Например, ВДГ Резник, который не шел ни от какой партии, он там зарегистрировался. Но ему не был противопоставлен никакой единоросс. То есть ему открыли окошечко, и он туда проскользнул. Или депутат Журавлев от НИЮ Родина, от партии в Воронеже, против него не выставили единоросса. И весь ресурс Единой России работал на него. Все средства массовой информации, все избирательные комиссии. Ну вот он и прошел. Якобы он представлял свою партию, реально он представлял Единую Россию. А он из нее, из этой фракции Единая Россия, он там был все предшествующие пять лет. То есть фальсификация была тотальная и по всем возможным направлениям, которые можно себе представить. От элементарной просто нерегистрации тех, кто представляет другую идеологическую доктрину, до прямых вбросов этих роликов, просто море в сети сейчас. Ну и, соответственно, доверие граждан ко всей этой системе, как говорится, падает стремительно и дальше будет падать. То же самое было с КПСС. Я думаю, что недалек тот день, когда тотальное недоверие к этой власти приведет к тому, что стратегия неучастия в этом безобразии перевернет всю эту систему. Я думаю, что нам и дальше нужно идти по такому же пути. На муниципальных выборах кто-то еще может просочиться, на региональных уже нет. Поэтому лучше активный бойкот, чем заведомый провал. Вот по телевизору показали ролик, значит, восточная наша региона, там где затопили людей, там где-то что-то. И, в общем, показали такую ситуацию, такой вот, как будто все бегут, хватают билетня и как будто ведомости на получение премии заполняют их сразу. Никого не показали, кто бы сказал, а я бы задержусь, а я бы не буду голосовать. Такие показаны не были. То есть уже началась, уже и кампания, и реклама, и все это началась за выборами. Вот это вот было. Ну, заметим еще, что и после выборов, после выборов голоса тех, кто сказал, что выборы не сцели, его просто нет, его не допустили никуда. Наоборот, триумф выбора замечательно. Это нарушение закона о выборах. Ну, они отфильтровали только полезную и выгодную им информацию. Субтитры создавал DimaTorzok